Культура, краеведение, патриотизм и спорт. Семь идей от общественных организаций направлены на то, чтобы сделать мир вокруг лучше. Любая инициатива – это отдельная история с неповторимым сюжетом, за которой стоят человеческие судьбы. Конкурс собрал неравнодушных коголымчан, готовых выйти за рамки своей привычной ежедневной работы. Нам есть что показать, есть что рассказать, много фотоматериалов, много видеоматериалов. Два проекта представил Совет ветеранов. Их общая цель – связать прошлое и будущее через настоящее крепкой нитью. В ход пойдут не только интересные встречи, экскурсии, то, что в принципе используется сейчас. Также активистами организации запланированы создание фото, видеоматериалов, поездки по городам, которые в годы Великой Отечественной находились в тылу. Мы действительно нужны друг другу. Для чего? Чтобы помочь молодежи, детям не заблудиться в будущем, в современном мире и выбрать верные жизненные ориентиры. Нет пионерской организации, комсомольской. И вот этот вакуум, если мы все вместе, старшее поколение, родители, учителя, школы, если мы все вместе это сделаем, то значит мы обеспечим будущее. Для реализации любой идеи нужны средства. Будь то воспитание молодого поколения или же привлечение к спорту людей с ограниченными возможностями здоровья. Только 5% коголымчан с инвалидностью от общего числа занимаются адаптивной физической культурой. Посещают секции по волейболу, настольному теннису, дартсу и участвуют в соревнованиях. Проект направлен на изменение положительной стороны отношения общества к адаптивной физической культуре и спорту, а также восприятие людей инвалидов как полноценных членов общества. Федерация инвалидного спорта планирует активно работать с будущими паралимпийцами, приобрести необходимый инвентарь и экипировку. Их проект «Единая форма. Единый успех» вызвал одобрение членов комиссии. Он среди победителей. Вместе с тем еще три идеи от Совета ветеранов и первопроходцев Коголыма получат гранты каждый в размере 200 тысяч рублей. Члены комиссии ознакомились со всеми заявками, которые поступили на сегодня. Безусловно, все они интересны, все заслуживают внимания, направлены на то, чтобы приобщить жителей нашего Коголыма к истории, культуре города, нашего края. Главный критерий отбора у нас, конечно же, актуальность проекта на сегодняшний день, это реальность его воплощения и конечный результат, какой социальный эффект от того или иного проекта будет. За последние пять лет в Коголыме с помощью грантовой поддержки общественниками города реализовано более 40 проектов в сфере экологии, культуры, спорта, сохранения национальных традиций. Юлия Фисенко, Алексей Николаев. Специально для новостей.